После совершения греха вспомни о двух вещах. Первое. Вспомни, что слова Астауферулла – величайшие слова, рядом с которыми не может продержаться ни один грех. Никогда не забывай эту истину. Шайтан обещал Господу, «Я непременно стану сбивать их, пока их души пребывают в их телах». На это Всевышний ответил, «Клянусь своим величием, я буду прощать их грехи, пока они просят меня о прощении». Истихвар, мольба о прощении, не является чем-то незначительным. Если человек искренне произнесет слова Астауферулла, то ему будет прощен даже большой вид многобожия, страшнее которого нет другого греха. Всегда помните аят «Скажи, Мухаммад, моим рабам, которые навредили себе чрезмерностью». Не теряйте надежду на милость Аллаха. Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он прощающий, милующий. В чем же проблема нашего истихвара? Человек зачастую просит у Аллаха прощения, осознавая, что он сделал великий грех. Однако он не уверен в том, что Аллах простит его. Он пребывает в замешательстве и сомнении. Все это мысли шайтана, которые хочет, чтобы человек потерял надежду на милость Всевышнего. Ведь Аллах не говорит «Скажи, Моим рабам, которые совершили грех». Он говорит «Скажи, Моим рабам, которые проявили чрезмерность». То есть он даже не упоминает слово «грех» в данном аяте, а говорит «Не теряйте надежды на милость Аллаха. Аллаху Акпар». Эти слова может сказать лишь самый милостивый, обладающий великой милостью и снисходительностью, который способен простить своим рабам все их грехи, если они попросят об этом. Если бы человек всю свою жизнь провел в грехе, ежедневно, ежечасно совершал бы самые великие грехи, а затем перед предсмертным хрипом, искренне от всего сердца, сожалея за все, сказал «Астагу фируллах», «О Аллах, прости меня за все, что я сделал». Аллах простил бы все его злодеяния, и вернулся бы он к Аллаху таким же чистым и безгрешным, как в тот день, когда он родился. Единственное условие для принятия нашего истихфара – это убеждение в том, что Аллах прощающий. Милость Аллаха охватывает все в этом мире, всех людей, праведных и нечестивцев, несмотря на их возраст и несмотря на то, сколько лет они грешили. Люди, которые были в малом и большом паломничествах, знают, что большая часть паломников – это люди преклонного возраста. Они приходят в конце своей жизни, дабы совершить такое великое поклонение. Нет разницы, где мы будем молить Аллаха о прощении – в мечети или дома. Если мы будем делать это искренне, надеясь на его безграничную милость, Аллах непременно простит нас. Аллах говорит «О рабы мои, вы грешите днем и ночью, а я прощаю все ваши грехи. Молите же меня о прощении, и я прощу вас». О Аллах, прости нас. Никогда не пренебрегайте словами «Астагуферллах». Это было первое, о чем нужно вспоминать после каждого совершенного греха. Второе, о чем нужно вспоминать после каждого греха – это о том, что нет никого подобного и похожего на Всевышнего Аллаха, Владыку всех миров и всех творений. Его милость, могущество и знания распространяются на все в этом мире. И когда ты молишь его о прощении, то он не только прощает тебя, но еще и радуется тому, что ты обратился к нему. Где вы найдете такое милосердие и снисходительность? Нет ничего подобного ему. Аллах знает, что если оставить тебя наедине с твоими грехами, то ты непременно погибнешь. Он не желает этого. Всевышний хочет, чтобы ты был праведным, чтобы ты попал в рай. Любовь и милость Аллаха к нам безгранична. Помни же, что Аллах радуется твоему истихвару, твоему возвращению к праведности. Помни об этом и проси его о прощении как можно больше, пока смерть не настигнет тебя. Если же ты окажешься в обществе людей, которые проявляют беспечность к своим грехам, напомни им о величии Всевышнего Аллаха и его милости. Вспомни хадис, где сказано, что Аллах каждую ночь обращается к своим рабам словами, «О рабы мои, есть ли среди вас те, кто попросит меня о прощении? Просите же, и я непременно прощу вас, насколько велика щедрость Всевышнего». Поэтому просим Аллаха, чтобы он открыл наши сердца к прощению и раскаянию за наши грехи. И одним из способов очищения является пожертвование. Как передано в хадисе, «милостыня стирает грехи, так же, как вода гасит огонь». Иансар Медиа дает возможность получить не просто награду, а непрерывное вознаграждение путем выхода видеороликов на нашем канале, которые наберут десятки тысяч просмотров, инша Аллах. Поддержите наш канал по ссылке в описании. Проси Аллаха о прощении, ты непременно почувствуешь на себе удивительное влияние истихфары. Аллах не ограничивается лишь тем, что прощает своего искреннего раба. Он радуется ему, одаривает его великими наградами и открывает перед ним настежь врата своей милости. Проси Аллаха о прощении, не забывая о великой сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который объяснил нам, каким именно должен быть наш истихвар. Следуя Корану и сунне, человек достигает успеха и счастья в обоих мирах. Следующий по велениям Аллаха и его посланника никогда не придет к погибели, а конец его жизненного пути будет счастливым. Ведь сказал Всевышний, будь же терпелив, ибо итог богобоязненным. Всегда помни об этом и не обращай внимания на наущение проклятого шайтана. Ведь шайтан всегда пугает человека погибелью и несчастным концом. Он пытается сбить человека с ног, говоря ему, «Ты уже безнадежен, если бы ты не был полным нечестивцем, ты бы не совершил такой-то и такой-то грех. Ты безнадежен, потому не утешай себя пустыми надеждами о прощении». Так шайтан запугивает человека. Да, человеческая душа периодически зовет к греху, и человек время от времени проявляет слабость. Однако мы также знаем из Корана, что душа человека – лауама, то есть корить себя за совершенные грехи. Человек будет пребывать во благе, пока он отчитывает себя и свою душу, пока он ищет пути достижения праведности. Шайтан всегда стремится сбить человека и бросить его в пучину грехов. Поэтому размышляйте над своими устремлениями и мыслями. Если к вам приходят мысли о совершенных вами грехах, то посмотрите, к чему призывают эти мысли. Если они призывают к совершению благодеяния, то это внушение ангелов. В хадисе сказано, что ангелы и шайтаны внушают людям. Внушение ангелов – это побуждение к хорошим делам, а внушение шайтана – побуждение к злодеяниям. Поэтому не обращайте внимания на наущения, которые отдаляют вас от Всевышнего Аллаха. Также необходимо помнить о золотой середине между надеждой и страхом. Страх перед наказанием и надежда на милость и прощение должны быть одинаковыми, не должно одно преобладать над другим. Всевышний Аллах, упоминая обитателей рая, сообщил, что они боятся, надеются и уповают на него во всех своих делах. Дорогой брат, каким бы праведным ты ни был и каким бы благом ни обладал в этом мире, все это только лишь по милости Всевышнего Аллаха. Потому благодари его за каждое благо, что есть у тебя. Да сделает нас Аллах из числа праведников, и да соберет он нас всех в райских садах. Аминь.